Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбро, и мы продолжаем играть за американистов. Я решил эту войну не скипать, а провести ее вместе с вами, потому что думаю, что это будет достаточно интересно, а то что мы постоянно что-то здесь пропускаем. В общем, я думаю, что это будет очень легко, ведь мы здесь сконцентрировали наши силы в сердце нашего противника. Так, ну мы сейчас отвели войска, чтобы разобраться с этим вот мужиком, надо забрать у него этот вудсток. А наш оппонент сейчас находится вот здесь. Ну, в общем, ты идешь сейчас на столицу осаждать ее, 29 человек вперед. Здесь у нас 1400, но здесь собираемся, я думаю, этого хватит, очень надеюсь. Ну, тут по полководцам нужно будет посмотреть. Ладно, собирайтесь пока здесь. Так, а нет, лучше быть здесь, а то начнутся там всякие вылазки гарнизона и тому подобное. Так, а здесь у нас где-то осада судейства вот этого, и здесь восстал наш свободный брат. Так, давайте-ка что-то так вот сделаем. Восстал свободный брат, блин. Нужно будет что-то с ним сделать. Ну, возможно, стоит нашего сына туда. А, мы уже всех от умерт кровавого поноса, да? Ой-ой-ой. Бедный. Ну, если кто-то еще родится, может быть, туда его поставить. Потому что мы сыновьям как бы уже все раздали. Нужно будет ему герцогство давать. А, подожди. Ты что, герцогство сделал? Или мы ему дали герцогство? Что-то надо будет это пересмотреть в момент. Потому что я как бы хотел это герцогство дать ему, сыну нашему. Или я сам ему отдал. Но я это пересмотрю. Так, давайте быстрее расправляйтесь с ними. А, гудзоны еще с кем воюют? А, до сих пор с этим. У тебя 2000, чувак, разберись с ним. У него всего 1000 с лишним. Так, а вы осаждаете здесь? Здесь еще тоже какое-то восстание начало. Господи. А, ну это уже наши. Это наши воины, а это у тебя. Война против тирании. У тебя 1073, а вот у него 789. Ну, я думаю, ты справишься. Потому что как бы нельзя, чтобы тебя скинули. Ведь у меня на тебя планы есть. Слава фермера портит слов придворному, который утверждал об ущебре нанесенном дома фермера коровой, принадлежащей им придворному. Фермера лжет. Следует присоединить компенсацию. Давайте компенсацию сделаем. Ага. Так, давайте возьмем эту столицу и сразу же пойдем вот сюда. Я, кстати, еще планирую совет. Все-таки загнать сюда, чтобы получить плюс 2. 2 вотчины. А это у нас, кстати, идет за увеличение совета. Поэтому нам нужно очень-очень ее выиграть. Ведь у меня на совет планы большие. И нужно будет его сюда вот. И по лояльным как? Надо им, кстати, денег еще отвесить. Торговля. Ух ты. Ой, мы много, кстати, потеряли. Ой-ой-ой, что-то я сейчас тупанул. Мы ведь взяли этих наемников, верно? У нас же здесь наемники есть. Какие там даровущие, да? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Это плохо. Слушайте, что-то я сейчас и подарок, и 200 монет туда отослал. Сейчас они начнут резко падать. Нужно ускориться. Вы просыпаетесь внезапно в холодном бату с сильным ощущением, что что-то не так. Мерцающие свечи из вашей палатки показывают тарелку горячего печенья и записку, прикрепленную к отравленному кинжалу рядом с вашей кроватью. Она гласит. Есть тысячи способов убить мужчин. О, господи. Нас все-таки пытается что ли кто-то убить. Ну-ка, давайте зайдем внутри. Заговорщики. Но они прекращаются. Ну, возможно, то не раскрытый. Жена, пожалуйста, давай, раскрывай там все. Так, а тебе? Ну, ты пока организуй войско. Я вот хочу, блин, этого вернуть в совет. Ну, конечно, здесь глава восстания, и сам все это начал против нас. Но он реально хорош. Еще воспитывает он нашего сына. Возможно, его стоит пощадить. Опс. Все, мы потеряли деньги. Так, слушай. Давайте-то штурманем. Мы не сильно много денег вернули. Так, ладно. Здесь я, конечно, тупанул знатно. Черт, мы же здесь осаждали. Так, 21 человек здесь остался. Возможно, стоит займ здесь. Подожди, так мы сами займы раздаем. Черт. Так, ладно. Давайте еще распустим этого. По хардкорочку. И пойдем пока сюда. Оно не будет выполняться? Фух. Хорошо, что хоть 21 человек здесь остался. Оно перекроет вот это вот. А то бы так бы... Профукали всю эту осаду. А она, значит, наследника. В каком месте? Оу. Это в этой империи. Но сына вот этого, конечно же. Ты, кстати, как там? Нормально? Ну, такой, блин. Ласковый. Это плоховато. У нас еще есть этот сын. Он... Он просто ранен. И инфекция у него есть. Поэтому все такое. Так, ну тут чувак сейчас заберет эту профку, конечно. А мы должны успеть забрать эту. Давай, давай. 95. Господи, 95. У нас здесь даже полководца нет. Это сюда. А здесь можно со одного брата поставить. Или же... Не-не, вот этого лучше. Как-никак он командир пехоты, в отличие от брата. Давайте эту поставим. Доберем задачи сюда до конца. И отдадим сыну эту профку. Хотя, в таком случае, он может даже стать наследником. Ой, вы здесь поназахватывались. Слушай, ты точно тут выиграешь? 0%. А, ну вы разменялись просто захватами. Класс. Опа. Принял американизм округ. Так, баронство здесь. Оно построилось, да? Да, построилось. Она что здесь принимает? Хоть этот самый феодализм. Но эти, понятное дело, приняли. У них вообще не застроенные провинции. В отличие, кстати, от Бостона. Которого нет. У них... Ну хотя... Хотя у него неплохо здесь. Но эти вот новенькие, они совсем пустые. А вот эти почему-то вообще не хотят принимать. Феодализм. Ну эти хоть. Уже более-менее. Ладно. Давайте добьем эту профку. О, 40 монет. Сейчас мы так накопим денег. Может второй... А хотя мы бы, если бы второй не распустили, он бы мог на нас напасть. Или просто уйти. Ладно. Сейчас мы забираем у тебя эту профку. И отдаем сыну. И ты здесь... Вот сток. Забирай. Надеюсь, ты наследником не станешь. Хотя может спокойно стать наследником. Ну ладно. Мне планы на этот. На этого мужика. Я думаю, мы еще будем жить долго. И тогда уже распределим. Кто у нас там будет наследник, а кто нет. На, ты титул делаешь. Окей. Это, блин, он тоже четкий чех. Он бастард. Столько добродетелей. Капец. Набожный. Терпеливый. Усердный. Умеренный. Добрый. Господи. Какой ты чувак хороший, на самом деле. Так, слушайте. Мы сейчас сюда влетим. А мы не пострадаем сильно? Слушайте. Так, мы здесь истощаемся. Обычная зима. Опасно сейчас он нападать. Давайте-ка, знаете, как сделаем? У нас сейчас прирост 57. Если мы сейчас... Там можно, наверное, купить вот этих. Оу. Они точно такие же. Такой у них состав войск ужасный. У этого, кстати, тяжелая конница. Тяжелая пехота. А эти, они ужасные. Но их также 5000. Количество мы сейчас задавим. Давай, иди сюда. А здесь... А, мы эти... Распустили, так и не захватив эту пробку. Кстати, она... Ай, ладно, фиг с ней. Нужно сначала разобраться с этими. А здесь... О, я про этот фронт вообще забыл. О, ты корабли что, водишь, что ли? Это наш братец. Разрешаем. Ну, наслаждайтесь пока здесь. Так. Так, обучать дочку. Давайте-ка сюда. Дочка ходит. Да, дочка. У нас там, кстати, есть сестры и братья новенькие появились. Ну, не появились, мы просто про них забыли. Так. И отношения тут на повысим. Вот эти, которые братья. Мелкие, 12 лет. Ой, тебя тоже же обучать. Внутри грантка давай пойдешь. И... Давайте дочку. Окей. Так, а вот сыновей... Точнее, братьев. Ну, ты дипломаток, который, кстати, вообще... Ну, ладно, пусть будет. А ты... Ты пока маленький. Ой, на нас здесь напали. Мы успеем, интересно? Не успели. Ладно, задумывайся, может, с этим я сейчас разберемся с вами. Хотя, блин, они здесь... Хотя... Не, справимся. Взяли, разбили нас. Ладно, сюда давайте. Так, и они эти ходят, я так понимаю, вот сюда вот. Ммм... Да что вы дохните, господи, вы заколебали судьи эти. И бароны тоже дохнуты судьи. Что, у них там наследников, что ли, нет? У них мы, наследники. Ясно. Так, ну там осаждаем, хорошо. Почему бы и нет, конечно. Я думаю, тогда я поставлю сейчас видео на паузу, потому что, ну, уже не особо интересно наблюдать это. Подкоплю денежки, кстати, мы подкопили уже. Взять тогда еще наемников. И закончить эту же войну. Ну, давайте я пока без записи это сделаю. Итак, зрители, наконец-то мне удалось закончить эту войну. И тут начали нас грабить. Капец, смотрите, сколько они денег тырят-то. Этот взял, разграбил уже вон, до второго холдинга. До третьего, точнее. И Манхэттен начал грабить. А это уже мне точно не нравится, потому что это наша самая дорогая провинция. И... Опять она начала, кстати, плодоносить вот так вот. Ну, нет, ее грабить, пожалуйста, не надо, иначе этот модификатор может скидываться. А, да и войну нам как бы закончить стоит. Оп. Так, а здесь, давайте мы здесь этих распустим. Я еще пригонял отсюда вассалов, которые, кстати, опять месиво. Усиление совета. Так, давай-ка, разберись с этим. И в этот вот вассалку я хочу... Вот так, да. Давайте пока сначала лучше разберемся с этими. И, наконец, уже, как я вам и обещал, мы будем разбираться с теми, вот этими вот людьми, которые мы подчинили себе. Так, и я успею? Успею, фу. Ну, вассалу тоже, по-моему, не стоит. Он ведь вообще дохляк. Фу. Давай. И тут еще, знаете, какая гадость произошла? Вот этот вот мужик, он захватил вот эти вот земли. Это жесть. И если я отдам его под вассалить и два от этого, то они перегрызутся. И я не знаю, что делать. Они реально перегрызутся. Посмотри, 3000, это 1072. Хотя, ну, можно рискнуть и помогать ему. Можно так сделать. Так, распускаем нафиг. Хорошо. Итак, я вот сейчас подумаю сначала с этим, вот. Потом вернемся к тем. Да, все-таки, наверное, стоит отдать, потому что и превышение у нас фасального лимита, и... Мужик, ты хочешь совет. А здесь тоже хочется совет, но... Это можно назначить советником и заодно убрать вот этого. Из-под нашего ассалитета. Так, ну ладно, давай тебе тогда передадим его. Мы сможем хоть это сделать? Вот он, да? Оп. Так, передали, отлично. Ну, тебе будет войска давать? Ну, мы это потом узнаем. Хорошо, и тебя мы сейчас сделаем советником. Так, вот ты где. Оп, хорошо. У тебя 100%. Я, конечно, надеюсь, что ты станешь лоялистом. Угу. Так, а вот здесь. Все-таки сейчас. Тут наш сыночек правит. Мы сделаем его посильнее, чтобы наследование не уходило от него. И для этого я отберу вот это. Отберу. А, только вассалы другой веры будут возражать. А, но ведь сначала нужно их перекрестить. Так, давайте-ка их... Так вот и... Вот, сменить религию. Потому что испортим отношения, а потом не сможем. О, паричок. Так. А вот здесь что? Вы можете прекратить? Вот ты что творишь, чувак? Давай безобразие это убирай. Ах ты. Козлина. Не хочет. Ну, ты давай тогда... Это самое. Сдайся, что ли. Мне нужно тебя обратить. Хорошо. Так, мне религию. А ты своих фасалов уже с вами поменяешь? Давай. Ага. Хорошо. Здесь. Здесь не американисты. Здесь тоже, но... Здесь мы разберемся. Хотя... Может быть, мы сейчас тоже денег дать? 40. Поменить? Да. Лучше сначала их поменяем, потому что... Чтобы сыну было легче их обращать. Так. Ну, ты у нас здесь не это. Тебя еще нужно. Кстати, тоже кому-то отдать. Потому что висишь здесь. Так. А это у нас к этому. И ты у нас, кстати, в тюрьме. Хорошо. Кстати, я вот что думаю. Они ведь другой культуры. А мы ведь хотим и культуру распространять. Которая, кстати, уже потихоньку вроде бы лезет. Это мы ходили сообщение, что она здесь. И вот здесь. Вроде больше нигде, да? О, здесь еще наша культура. А, ну это сводный брат. Он же и туда зашел. Да. А религия как? Так ползет потихонечку сюда. Эти племенные быстро обратили. Здесь обращается. Ну, это земли брата, да? Да, это земли сводного брата. Здесь пока будем работать над религией. Так, 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 так. Вот что? Мы сейчас отдаем туда нашему сыну герцогству. Или это сильно жирно ему будет? Ну, пока сейчас посмотрим. У тебя тогда... Мы это обратили. Вроде здесь больше нету. А, вот ты еще. Тебя тоже давай. По иконкам удобно так менять. Хорошо. Так, а вот сейчас... Всего-таки мы тогда отдаем тебя ему. Ну, да вообще, это герцогство. Вот оно. Нью-бронсвик. Оп. Ты их принял в себе? Принял. И теперь вот это еще отдадим. Так, как ты там зовешься? По молвку не надо. Миромичи. Миромичи. Такой вассал теперь у нас огромный. Но я планирую им играть, поэтому... Поэтому так. Нью-бронсвич. Бронсвик. Окей. Поменял себе главный титул. И в этот мир, наверное, тебе тоже стоит отдать. Ты ведь как идешь? А, нет. Это уже Квейбек идет. Не хочу уже. Если мы от герцогства так фигней страдаем, то хотя бы королевство нужно придерживаться до Юрия. Хотя мы здесь уже и Котом пошел сюда. И... Короче, ладно. Это такое. А вот королевство узурпировать пока не можем. У них здесь идут войны. Ладно, мы тогда это подождем. Я, кстати, поднял осадную машину, чтобы ускорить это, потому что оно очень долго сождалось. Здесь практику торговли хочу поднять. Я хочу поднять практику торговли. Или же... Поднять застройку замков. Просто здесь налог с замком. Можно городок при замке. Я вот сейчас думаю. Практика торговли там сколько нужно, чтобы построить... Мы, кстати, здесь пост... О, да, только он начал строить. Мы его сломали полностью. Нужно 4 практики торговли, чтобы поднять его. Но стоит ли оно того? Ведь мы можем строить новые городки при замке, если мы качнем застройку замков. Максимально число факторий. Ммм... Ладно, знаете, лучше пока качну застройку замков. Пока так. А здесь можно и... Хотя я легкую пехоту бы поднял. А здесь традиции дворянства. Или величие. Патриотизм, престиж. Лучше традиции дворянства. А, ну мы можем еще туда и величие. Терпимость за различную культуру. Не, пока давай... Хотя можно еще подкинуть. Давайте тогда вот так вот еще сделаем. Все, так пока и оставим. Ну, хорошо. Хорошо. Решение. Ну, по-моему, сейчас тогда мы уже в следующей серии проведем. Так. Теперь как это все выглядит. Так. Здесь еще, кстати, провинцию забыл сказать. Она обратилась в этот вот остров Тримайл. И тебя нужно сейчас переставить. А, советника еще назначить. Я вот думаю. Наверное, стоит сводного брата поставить. Хотя у нас здесь есть лоялист. Но пока давайте сводного брата поставим. Отчетный титул. Ну, ладно. Значит, смотри, не дай тебе, чтобы сотка была. Оп, хорошо. Так. И нужно переставить нашего... Как-то там... О, генеральный прокурор. Как я мог забыть? И смена религии округа 45%. Они очень, кстати, быстро менять начали. Скорее всего, что уже 92. Блин. Офигеть. Уже 92. Ну, успешное паломничество. То есть, фичка в том, что сейчас стало очень много американистов, которые отправляются в паломничество. А это значит то, что мы получаем больше морального авторитета веры. Хотя и наш патриотизм тоже дает 20%, если округлить. И священные войны наши выигрывают. Правда, проигрывают в два раза больше. Но ладно. Это не так-то и важно. Сейчас нам нужно просто другое место тебе поставить. Слушай, а Филадельфий... Ну, там наши религии, наверное. Вот можно, наверное, вот сюда. Или же... Или помочь сыну стоит. Как здесь 40? А здесь... Анна Баптистов 21. Ну, Анна Баптистов, она очень быстро обращает. Давайте лучше что-то поставим сюда. Потому что... Ну, мы их искоренили почти... Ну, вообще, мы их искоренили полностью. Вообще, да. Вообще, все. Мы их полностью... Ух ты, господи. В Чикаго, смотрите, что происходит. А то мы поклонники фигней страдать начали. Ну, здесь нету владельцев этих земель, которые эту религию исповедуют. Здесь тоже. Ну, как видите, это мелкая ересь. Она просто здесь колупается. Но поклонников этой религии очень мало. Офига, ты, кстати, разросся. Ничего себе. Колорадо грызут. Хотя нет, он вроде выходит сам сюда. Ладно, ладно. Так, сейчас мы поставили обращать цель. Кстати, ребята, что я забыл еще сказать. Это то, что почему-то выборы президента не проводятся. У нас есть президентский титул, но мы не являемся президентом. Ну, то есть, мы есть президент. Но у нас нет титула президента. Надо, чтобы он давал опрестиж и патриотизм. Я знаю, что такой баг бывает. И чтобы провести выборы, нам нужно умереть еще раз. Тут вроде есть заместители. И, возможно, мы как-то выехали на пост заместителя. И, слушайте, я даже и не знаю. Но бывает такое, на самом деле. Чтобы такое убрать, нам нужно умереть. И тогда точно проведутся выборы. Короче, вот так. Мы снова стали президентом. Я как-то даже сразу это и не заметил. Но выборы же вроде как-то там были. И почему мы стали... Я не знаю. Может быть, умер тот чувак, и мы стали заместителем. Я, честно говоря, не особо понимаю, как эта схема здесь вообще работает. Также сейчас у нас 66 угрозы. 60, блин, 6. По колесам можно глянуть, что она идет. Вот. Ох ты, господи. И супериор тоже присоединился. Ой, я хотел напасть на этих. Думал, что быстрых возьмем. Хотя они племенные, с ними сложно. Просто чтобы вот эти вот... Пока не придут, пока здесь что-то сделают, мы с этими разберемся. Еще вот этот, он приплывет на кораблях и разобьет нас. У тебя же здесь были вроде восстания. Чувак, ну тебя же... Ух ты, господи. Вау. Наш братуха напал на этого и хочет землю Аврора. Что? Подожди, что? Земля Аврора. Земля Аврора, вот. Подожди. Ну, как бы это не его земли, ты получишь вот эти вот территории. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Тебе это сильно надо, братуха? Я как бы понимаю, кстати. Фигай себе. Ой, это наш вассал здесь. У нас даже есть вассал, который... Это самое. Раскультист. И здесь... Только город принадлежит Антарио. А где Антарио? Вот Антарио. Я, честно говоря, здесь совершенно не понимаю, что происходит. Кстати, Квебек. Это все, да? Это все. Ну, в общем, ладно, ребят. Тогда, получается, наш братуха напал на Суперевор, чтобы забрать эти земли. И, кстати, он же вроде здесь... А, нет. Ну, вообще, у тебя было очень много восстаний. Я это помню. У тебя было 2000 войск, и ты кишил этими восстаниями. Мало того, так на тебя еще нападали. Так, на тебя и сейчас нападают. И ты вроде... Ты вроде справляешься. А здесь... Тоже, да. Ой, и ты справляешься, чувак. Я не знаю, что это за гиг... Что это за мутант такой, и как у него все это получается. Ну, ладно. Пока давайте мы лучше на этом остановимся. Продолжим в следующей серии. А пока ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok